Коллеги из издания BuzzFeed выяснили, что президент США Дональд Трамп, Катя, прям к тебе специально, в ходе саммита Большой Семерки в Канаде, назвал Крым российским, аргументировав это тем, что все жители Плоссерова говорят по-русски. Вот тебе возможность, Катя. Да, это прекрасно, я вам говорила. Я вам говорила, говорила же. Слушайте, Трампу осталось добавить, что информацию о ситуации в Крыму и Украине в целом ему передал друг Владимир Владимир. Ну, смотрите, если серьезно, то Трамп не впервые, конечно же, говорит о Крыме в таком неоднозначном контексте. Я просто напомню, что еще в 2016-м, когда Дональд Трамп еще был кандидатом в президенты США, ему задавали вопрос о том, может ли он в перспективе теоретически признать Крым российским и отменить санкции против Российской Федерации, и он ответил буквально следующее. Я восстановила цитату. Он сказал, да, мы этот вопрос изучим, конец цитаты. И, конечно же, многие тогда его заподозрили сразу же в нездоровом отношении к России, тем более, что он много раз хвалил Владимира Путина. Ну, нездоровым, по мнению американских либералов, разумеется. И, более того, его подозревали в том, что он вообще за такой, за главный пример в своей политической карьере берет Владимира Путина, считая его очень хорошим, сильным лидером. Впрочем, не ждите от меня сейчас слов о том, что это высказывание Трампа подтверждает подозрение Russia Gate. Дело Russia Gate, оно просто подтверждает, на мой взгляд, лишь то, что Дональд Трамп не политик, и он не знает, что он говорит, и он просто говорит, потому что может. Я тут должен напомнить, что перед слетом Большой Семерки в Канаде Трамп вполне открыто говорил о том, что пора Россию вернуть в клуб самых развитых стран мира. Выступая на лужайке перед Белым домом, он задавался вопросом, отчего это Российской Федерации в клубе избранных нет. Если мы хотим чего-то получить от России, то нужно с ней разговаривать, а так получается, что мы ее попросту исключаем из возможности нам ответить и лишаем ее возможности услышать наши аргументы. После этого он говорил о том, что Россия должна быть там, и Путин должен быть там, потому что если бы они были на этой встрече, на этом разговоре, то он бы, как он сказал в интере Fox News, если я не ошибаюсь, я бы ему сказал, уйдите, пожалуйста, из Сирии. А потом я бы ему сказал, уйдите, пожалуйста, из Украины. Очевидно, Дональд Трамп полагает, что он столь убедитель на это. Говорил бы господину Владимиру Путину, что тот, несомненно, сразу его этому призыву сразу последовал бы. Так или иначе, многие тогда, перед началом встречи лидеров G7, большой семерки, задавались вопросом, знает ли Трамп вообще что-нибудь о том, как так получилось, что G8 превратилась в G7. Вот однажды в 1998 году она из G7 превратилась в G8, а потом случилось так, что восьмерка изменилась на семерку. Я так понимаю, что слова президента США о Крыме, если действительно то, что опубликовано в BuzzFeed, соответствует действительности, они об этом сообщают со ссылкой на несколько источников. Так вот, если это правда, то эти слова президента США о Крыме, они как раз доказательства того, что он знает о причинах, которые Россию исключили из этого элитного клуба большой восьмерки. И более того, у него, у Трампа есть сформировавшаяся точка зрения по поводу Украины, которая, еще одна занятная, конечно, ремарка Трампа из этого материала BuzzFeed, которая, по мнению Трампа, самая коррумпированная страна. Да, интересно вообще, что в самый разгар расследования по российскому вмешательству президент США себе очень мало позволял высказываться о России. Но помните, еще несколько месяцев назад о России он почти ничего не говорил. О Путине говорил очень мало, писал в Твиттере, изредка что-то вот очень-очень сдержанно. Тем более в комплементарной форме он не выражался относительно России. Мы знаем, что вводились санкции, ужесточались санкции представителями американской власти против Российской Федерации. Сам же Трамп этот вопрос старался не комментировать. А вот теперь он явно разрешил себе говорить что угодно. Пусть даже на закрытых ужинах он себе разрешил. И понятно, что закрытый ужин – это такое обстоятельство, в общем, довольно понятное Дональду Трампу. Ему ли не знать, что любое сказанное на закрытой встрече слово может быть немедленно передано газете «Нью-Йорк Таймс», как это бывало неоднократно, как это было, например, с его высказыванием по поводу африканских государств, когда он назвал их «шит-холлс», «вонючие дыры», мы интеллигентно перевели тогда. Так вот, он знает точно, что если он что-то говорит, особенно на закрытой встрече, то это обязательно выливается в либеральную прессу. Так что вот, позвольте тогда здесь теоретизировать. Может быть, он и хотел, чтобы его слова попали в СМИ, конкретно в данном случае в «Басфит». Вот кто знает, Трамп ведь уже давно воспринимается как политик непредсказуемый. И вот вам демонстрация его непредсказуемости. Тем более, опять же, как мы помним, как мы много раз с вами здесь говорили, Трамп любит шоу. И это тоже такое шоу. В общем-то, логика здесь есть некая, но это все на уровне предположений, конечно. Есть здесь и другой аспект, который, я думаю, нам точно стоит обсудить. Давайте подумаем, насколько серьезно стоит воспринимать эти слова президента США. Да, на закрытом ужине, на закрытой встрече, да, они утекли. Но вот если он их действительно произнес, стоит ли считать, что это заявление будет иметь какие-то последствия? Может быть, это какой-то сигнал? Если сигнал, то кому и что дальше тогда? Мне кажется, что с одной стороны, конечно, ты сама ответила на этот вопрос в начале, сказав, что все мы знаем и неоднократно говорили о том, сколь непредсказуемый Дональд Трамп, и мы видели много раз, как его слова, а потом его дальнейшие какие-то слова, сказанные в более официальной обстановке, или слова, превращенные в действие, полностью первым словам противоречили. С другой стороны, есть, коллеги, такое мнение, что Европа и США подают России вполне четкие сигналы, причем об этом речь идет уже на протяжении нескольких лет. Если Москва уйдет из Донбасса, то Крым простят в том смысле, что забудут. Окей, нет возможности добиться того, чтобы Россия ушла с востока Украины, и Крым вернул Украину, так хоть на чем-то с ней сговориться. Неформально, конечно, но по факту мы видим, что какие-то, это лишь гипотеза, это лишь догадка, что какое-то движение в этом направлении идет, потому что по факту идет такое медленное смягчение санкций. Мы неоднократно обсуждали с вами, что происходит с Русалом, мы видим, как западные лидеры, пусть не на церемонию открытия чемпионата мира, Катя, но все равно приезжают в Россию, Эммануэль Макрон в Санкт-Петербург на экономический форум, Ангела Меркель в Сочи к Владимиру Путину. Одним словом, Крым ваш. Хоть и неформально. Насколько подобная версия заслуживает права на существование, не знаю, увидим. Кстати, мы сегодня говорили об этом тоже с Дмитрием Гудковым, политиком в эфире РТВА, я опять занимаюсь самой рекламой РТВА на нашем сайте www.rtsv.com, скоро появится запись обязательно. Обязательно заходите и смотрите, и про санкции, и про Крым тоже, мы с ним говорили, он убежден, будучи представителем либеральной оппозиции, к слову, многие представители, которые выступают за жесткие санкции. Так вот, он считает, что санкции не полезны, поскольку ударяют по российским гражданам. В первую очередь, в общем, заходите на сайт и смотрите. Да, друзья, я еще хотела отметить, что только Дональд Трамп встретился с Кимом, еще раз это повторить и напомнить зрителю, и чувствовать себя победителем, а до того он рассерлся с традиционными партнерами Соединенных Штатов, с Канадой, Европейским Союзом, в частности, из-за пошлин, ну и еще и по многим другим причинам, из-за климата и так далее, так далее. Это ощущение, что терять ему, в общем, нечего, и теперь он готов встретиться с Путиным, перевернуть с ног на голову всю внешнеполитическую концепцию, доктрину Соединенных Штатов Америки, потому что может себе это позволить. И действительно, у меня вот есть просто опасение, что даже если он считает, что он понимает, что он делает, он просто считает себя настолько талантливым бизнесменом, и он считает, что он владеет искусством сделки так филигранно, что он, возможно, какие-то совершит шаги и достигнет договоренностей, которые будут крайне опасны для мира. Хотя, конечно, не будем прогнозировать, мало ли еще заслужит Нобелевскую премию мира. Кстати, у президента США сегодня день рождения, 72 года Дональду Трампу исполнилось. И справедливости ради, я скажу, как телеканал по обе стороны, объективистки освещающий все, что происходит в мире, я должна сказать, что вопреки всем прогнозам, коллеги, признаюсь я, да, Дональд Трамп встречает этот день скорее на коне, рейтинг его растет вместе с экономикой, и его даже перестали считать сумасшедшим в Америке, и с относительной серьезностью относятся к тому, что он делает, и говорит, ну что ж. И даже хвалит Екатерина Катрикарна. С днем рождения. А если еще чего-нибудь для мира добьется, вообще будет прекрасно. Интерпретировать мои слова.